Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поговорим, какие же виды переезда в Польшу бывают, потому что это тоже самый часто задаваемый вопрос от вас, особенно для тех людей, которые только собираются в Польшу, потому что многие думают, что сюда только нужно ехать по работе и других вариантов переезда нет. Поэтому, если это вам интересно, то продолжайте смотреть дальше. Итак, Польша это, конечно, сейчас просто бум для переезда для многих людей. В основном сейчас большинство переезжает с Белоруссии, потому что у них там происходят свои политические действия, которые не очень приятно сказываются на граждан этой страны. Но, к сожалению, и с Украины, и с Россией также люди переезжают очень часто, поэтому многие из вас задаются вопросом, а какие же вообще виды переезда для иностранца существуют, если, например, нету корней, либо же нету знакомых, которые помогут. Поэтому я думаю, что видео это будет как раз именно для вас, если вы ищете пути и способы переехать на территорию Польши. Я вам уже не раз говорила, что для того, чтобы переехать сюда в Польшу, первое, что вам нужно сделать, начать изучать польский язык и снимать свои розовые очки. Это два момента, которые очень важно и стоит отметить, потому что если вы общаетесь с теми людьми, которые уже 5, 6, 7 лет в Польше, то многие рассказывают, что я вообще без знания языка польского, приехала сюда со 100 долларами в рук кармане. Классно, круто, да, может быть так раньше было у нас, и мы имели право так приехать со 100 долларами и себя хорошо здесь найти, чувствовать, но это не означает, что мы комфортно здесь работали и не пахали по 10-12 часов. Сейчас рынок на территории Польши насыщенный иностранцем, поэтому 100 долларов и незнание польского языка здесь ничем не удивишь, и таких здесь будет много. Затем начнутся разговоры о том, что вас кидают здесь на работе, либо же не выплачивают зарплату, а все почему? Потому что, во-первых, не интересуетесь законами на территории Польши, во-вторых, вы не знаете польского языка, поэтому если вы хотите переехать сюда, то начните уже сейчас изучать польский язык. Первое, это самый популярный вид переезда, конечно же, работа, да, есть два варианта, к которому можно переехать. Если вы граждане Украины, Молдовии, то вы имеете право взять просто биометрический паспорт, получить разрешение на работу, освещение, либо зазволение, и приехать работать на территории Польши. Как вы знаете, что на освещение вы имеете право работать 180 дней в течение года, а на разрешении и зазволении типа А вы можете работать от одного года до трех лет. При этом не всегда обязательно иметь рабочую визу для того, чтобы сюда приехать, достаточно иногда иметь и биометрический паспорт, либо же отработать свои 90 дней и выехать домой на три месяца, и потом возвращаться опять по биометрии, либо же, оставшись здесь, податься в течение 90 дней на карту временного побыта от, конечно же, работы. Второй момент, что касается работы, это виза. Если же вы граждане других стран, то, конечно же, вам нужно открывать либо же полугодовую визу D05A на основании освещения, который работает 180 дней в течение года, D06 – это в течение года вы будете находиться на территории Польши 365 дней на основании зазволения типа А. И если работодатель предоставляет сезонные работы, то вы можете открыть визу D05B, сезонные работы, которые открываются на 9 месяцев в календарном году. Следующий вид переезда – это, конечно же, учеба. Учеба может быть разных видов. Это как учеба в университете, это учеба в полицеальной школе, либо же учеба на курсах польского языка. Все эти три вида имеют право быть, и что касается детей, то, конечно же, тоже может быть. Вы просто можете взять приглашение с ясель, с садика, со школы и открыть национальную визу D и въехать сюда на основании того, что ребенок будет ваш учиться. Если же вы старший ребенок, то, конечно же, вы можете взять приглашение с университета и делать, открыть себе ученическую визу. Вы также имеете право взять с полицеальной школы приглашение и также открыть ученическую визу, либо же языковые курсы, которые предоставляют приглашение на учебу, и можете сюда приехать. Конечно же, вы имеете право потом легализироваться здесь, на территории Польши, но есть очень много разных нюансов. Если вы хотите отдельное видео, как легализироваться на основании учебы, то дайте мне знать в комментариях. Еще один самый популярный момент – это, конечно же, польские корни. Слава богу, у многих есть они, да, и это 50% уже облегчает ваш переезд, потому что вы имеете право, как сделать в своей стране, например, карту поляка, переехать сюда на территорию Польши, податься на сталый попыт, потом на гражданство, и вуаля, у вас есть паспорт мечты. Также вы имеете право взять в архивах, найти корни, приехать сюда на территорию Польши и податься сразу же на сталый попыт. И еще третий вариант – это, если вы не можете записаться в своей стране на карту поляка, вы имеете право податься в белом стоке и получить карту поляка, и потом податься на сталый попыт здесь уже на территории Польши, и дальше на гражданство и так далее. Также все члены вашей семьи имеют право получать как карту поляка, так и подаваться с вами по воссоединению семьи, получить часовый временный попыт на 3 года с доступом к рынку труда. Следующий момент – это, конечно же, беженцы, это люди, которые переезжают, например, по бизнес-харбор Полланд визе, по гуманитарным целям. На данный момент, как вы знаете, что для всех тех, кто с Белоруссии, и кто открывает себе гуманитарную визу, либо же бизнес-харбор, то не нужно иметь разрешение на работу. Я думаю, что это самый классный плюс, который на данный момент действует для вас. Также, если вы беженец, то много разных есть нюансов, чтобы подтвердить, но также можно легализироваться здесь, на территории Польши. Если же вы с Белоруссией, то только сейчас, на данный момент, для одной страны есть возможность переехать по туристическим целям. Во время эпидемии всем остальным нужно иметь либо же разрешение на работу, либо приглашение с учебного заведения. Воссоединение семьи – это также популярный момент. Здесь очень много разных есть нюансов. Конечно, для того, чтобы въехать, как я вам сказала, нужны предыдущие документы, но есть нюансы, по которым вы можете здесь легализироваться. Если ваш, например, супруг, супруга граждан Евросоюза, либо же граждан Польши, дальше вы также можете приехать и податься по другим обстоятельствам, если ваш супруг, супруга также является иностранцем, и только сейчас будет подаваться на карту побыта, либо же она есть, но он находится меньше двух лет на территории Польши. Если же иностранец находится с карты временного побыта более двух лет на территории Польши, и один год у него еще есть актуально карты, то члены семьи имеют право податься по воссоединению и получить карту с доступом к рынка труда. Об этих двух видах по воссоединению и по другим обстоятельствам у меня есть отдельное видео, поэтому обязательно посмотрите, чтобы разобраться, в чем есть отличия. Ну и, конечно же, если вы не расписаны со своим партнером-партнеркой, то вы имеете право податься документы на карту по конкминату, но получите ее без доступа к рынку труда и только максимально на год. Очень мало и редко случаев, когда дают карту на три года. Еще одним нюансом это, конечно же, бизнес. Если вы открываете здесь бизнес, даже на биометрии, на визе, можно сделать спулку уже для иностранца, если вы не подходите под категории, которые для одноособовой идеальности, то на основании бизнеса с первых дней вы можете также податься на карту временного попыта. Немножко проблематичнее, потому что больше нужно документов подготовить к этому, но все же возможность есть, и это хороший шанс, если вы знаете, чем вы хотите заниматься на территории Польши. Если же вы гражданин другой страны Евросоюза, то вы имеете право также легализироваться здесь, на территории Польши, зарегистрировать себя здесь как член Евросоюза, и все ваши члены семьи смогут получить от вас карту с доступом к рынку труда уже на 5 лет. Поэтому это тоже хорошая возможность, если же вы переезжаете с семьей, например, муж граждан Венгрии, либо Румынии, а супруга гражданка, например, Украины, и дети граждане Украины, например, то вы имеете право воссоединиться и получить здесь тоже карты с доступом к рынку труда, а муж, который имеет гражданство Евросоюза, просто получит регистрацию на территории Польши. Как вы видите, не только на одной работе сходятся все пути, есть очень много вариантов и шансов переехать сюда. Все те, кто ищет, как переехать в Польшу и не знает, какой правильно путь выбрать, вы всегда можете обратиться ко мне, и я помогаю вам составить план переезда, вам рассказываю, какие варианты есть, какие нужно документы подготовить для переезда. Самое главное, что вам нужно помнить, когда вы переезжаете, что ни один документ ваш не должен быть заламинирован, потому что его здесь просто не примут на территории Польши. Надеюсь, что тема для вас была интересная. Если у вас еще остались вопросы, то обязательно оставьте их в комментариях. Также посетите мой инстаграм, где вы найдете очень много информации по поводу переезда на территории Польши. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Всем пока-пока!